У меня лично ощущения безысходности нет, хотя, конечно, последние события, они, мягко говоря, печальные, но удивление они у меня даже не вызывают. У меня удивление вызывает другое удивление и, я бы сказала, омерзение. Удивление у меня вызывает то, как люди, которые вот это все совершают, все эти поступки, вот мне всегда было интересно, как это у них происходит, вот у них, у самих. То есть они же понимают, что они совершают преступления, они калечат жизни многих людей. Они не одного человека, а многих людей, и это действительно так. И вот мне всегда было интересно и любопытно, а что они себе говорят в тот момент, когда они вот это делают, как они оправдывают себя. Я не думаю, что они, ну, как бы злонамеренно сидят и говорят, вот сейчас мы уничтожим совхоз, вот мы сейчас вот вынесем это несправедливое решение, ну, потому что мы такие негодяи и хотим так делать. Вот я точно знаю, я педагог и немножко, ну, не специалист, конечно, но я проходила, безусловно, психологию, как любой педагог. Мне, я точно знаю, что всякий человек свои поступки, даже плохие, он всегда как-то оправдывает. У него есть какая-то для себя придумка. И мне любопытно, как, что они говорят себе в этот момент, вот как это у них происходит. Это первое, поэтому любопытство. Удивление у меня вызывают, ну, извините, пожалуйста, может быть, жители сейчас на меня обидятся, жители совхоза, когда они говорят, ой, будет так жалко, если вот это все, которое нам так нравится, и так здесь хорошо и прекрасно, вот если оно все разрушится. Причем я точно знаю, что есть огромное количество людей, живущих в совхозе, ну, подавляющее, просто колоссально подавляющее большинство жителей совхоза, которые готовы, и не только совхоза, кстати говоря, которые готовы поддерживать совхоз, поддерживать лично Павла Николаевича. Мнение в совхозе среди жителей абсолютно однозначное. И вот эти вот упаднические настроения, мне, честно говоря, удивительны. Возникает вопрос, а почему так происходит? Вот мне все задают вопросы в переписке из других регионов, люди спрашивают, а почему так у вас происходит? А я объясню, вот я для себя нашла объяснение, почему так происходит. Дело в том, что у нас в совхозе есть человек, которому мы все абсолютно доверяем. Человек, который здесь, ну вот, он любим и уважаем всеми. И этот человек сейчас, как бы, своим поведением, своим спокойствием, своей уверенностью нам говорит, что, ребят, ну, как бы вот так-то и так-то, ну, мы работаем, вот будет то-то, то-то. И люди, живущие в совхозе, привыкли к тому, что есть руководитель, который решает их проблемы, который создает для них условия, который строит школы, бассейны, там, квартиры, которые решают проблемы со здоровьем, если вдруг, не дай бог, что-то такое случится. И люди настолько к этому привыкли, что они считают, что, ну да, мы, конечно, все возмущены, но у нас же есть человек, который всегда все решал. И вот здесь у меня вопрос, а может быть сейчас вот именно этому человеку нужна наша реальная помощь? Может быть, нам нужно сейчас выйти и как-то заявить о том, что, ребят, а вот мы не согласны? Ну, может быть, это какая-то утопия, да, может быть, мы все понимаем, что на самом деле причина-то не в рейдерах и не в каких-то семейных конфликтах, она гораздо глубже. И, ну, безусловно, когда есть люди, которые, ну, даже чисто по-человечески завидуют, ну, просто завидуют, давайте честно скажем, успешному, умному, красивому человеку, который делает добро для людей, которого любят люди, вот искренне, не по сводкам, не знаю, социологических служб, а действительно, вот просто идя по улице, этот человек получает заряд добра от других. А люди, которые не могут, имею колоссальные ресурсы, ну, не могут, они просто завидуют. Вот у меня такое сложилось ощущение, ну, просто, просто завидуют. Еще один момент меня очень беспокоит. Вот я считаю, что сейчас на моих глазах совершается мошенничество. Я еще для себя не решила, как мне реагировать в данной ситуации. Я имею в виду ситуацию с получением инвалидности жены Павла Николаевича. Я могу вполне в силу своего возраста также называть ее Ириной. Мне удивительно, я ее лично не знаю, врать не буду, но я смотрела интервью ее Малахову, и она произвела на меня впечатление цветущей женщины, вполне себе здоровой, которая хорошо говорила, рассказывала, как она, ну, там, я знаю, что она совершает различные поездки, даже уже после того, как она получила инвалидность. Она совершает поездки, она ездит по совхозу, она не нуждается в помощи, да, но если человек инвалид, я, ну, я, конечно, не специалист, поэтому я еще разбираюсь в этом вопросе, но я считаю, что если человек инвалид, то он должен, ну, ему нужно, должны как-то помогать, да, то есть он не может, инвалидность это не просто заболевание, это неспособность человека совершать какие-то действия, там, работать, обслуживать себя и так далее. Это социальное понятие, это не понятие, связанное со здоровьем, это социальное понятие, кстати, об этом не я говорю, об этом говорят именно медицинские и социальные службы, которые дают инвалидность или не дают, они говорят о том, что инвалидность это социальное понятие, что человек не может себя обслуживать, не может работать, но она прекрасно себя обслуживает, она живет в большом доме, да, у нее, ну, насколько я знаю, до недавнего времени был бизнес, не знаю, есть ли он сейчас или нет, правда, не знаю, но то, что она ездила в поездки, вот буквально недавно, это абсолютный факт, извините, но если человек инвалид и при этом вот так живет, ну, мне кажется, это как-то, в общем, наверное, не очень законно, я думаю, что есть смысл мне как гражданину, вот лично мне как гражданину, а поскольку я обязана по закону, если я подозреваю, что совершается некое преступление, я, наверное, должна об этом сообщить в правоохранительные органы, ну, как гражданин, закон послушный, вот я думаю еще над этим вопросом, может быть, действительно стоит так сделать, и не только мне, потому что есть жители совхоза, которые Ирину знают лично, и, наверное, тоже могут заподозрить, что что-то здесь не то, возможно, это какой-то подлог документов или мошенничество. Вот второй вопрос, который меня на сегодняшний момент беспокоит. Добиться справедливости в правосудии или в судах, я думаю, что невозможно. Ну вот, это мое искреннее убеждение, потому что... Ну, потому что... Потому что тут нечего объяснять, все видят прекрасно, что ни о какой справедливости речи вообще не идет, я имею в виду судебной справедливости, и я уверена, что... Ну, я знаю другой путь, которым можно было бы добиться, да, изменения ситуации в принципе, но я не буду сейчас об этом говорить, мы все тоже понимаем, что имеется в виду, но в данной конкретной ситуации, безусловно, решить ситуацию может быть только широкий общественный резонанс. И мне кажется, что люди, которые сейчас совершают вот эту диверсию и захват, ну, я считаю это преступлением, захват совхоза, захват предприятия, будем честно это говорить, с нарушением всех вообще возможных законов, какие только существуют, вот, они не понимают одной простой вещи, что тем самым... Где-то я прочитала такую фразу, человека выталкивают в политику. Ну, просто создают... Ну, когда, грубо говоря, терять уже нечего, да, уже предприятие накрывается медным тазом, скажем так, грубо говоря, у человека настолько нарастает протест, что этот протест нужно куда-то выливать. И это все выливается именно в какие-то политические вещи. Недаром, я очень хорошо помню эту историю, связанную с Архангельском, начиналось все это как экологическая акция. И все было... Были обращения в администрацию президента, собственно, так же, как и в совхозе. Мы писали в администрацию президента, мы делали петицию. И по мере поступления издевательских, я считаю, просто ответов на наше обращение, когда ничего не разбиралось по существу, когда просто посмеивались даже. Вы знаете, вот так с людьми тоже нельзя обращаться, потому что еще года 3-4 назад я даже представить себе не могла, что такое количество людей, которые находятся вокруг меня, и даже не вокруг меня, а вообще вот в публичном пространстве, будет высказывать не просто недовольство властью, понимаете, а прям такие вот настроения очень решительные. В совхозе, к сожалению, этого нет. То есть решительных настроений в совхозе я не вижу. Настроения в совхозе спокойные, очень конструктивные. У нас, ну, открою такой небольшой секрет, у нас очень, мы очень дружны в совхозе. У нас создана очень хорошая система общения между жителями совхоза. Ну, на самом деле в совхозе не так много домов, и не такое большое количество жителей. Мы все друг друга знаем. И сейчас жители совхоза не предпринимают никаких действий только по той простой причине, что нас попросили этого не делать. Вот и все. Но будьте уверены, что просто так мы это все не отдадим. И, безусловно, наше возмущение, оно не будет стихийным. Но оно будет, потому что нам есть что терять. И оно будет спокойным, оно будет конструктивным. Но, думаете, это как-то снизит накал? Нет. Мы просто верим нашему руководителю и надеемся, что нам удастся добиться результата какими-то, ну, пока еще другими способами. Мы очень в это верим. И мы думаем, что мы в любой ситуации Павла Николаевича будем поддерживать. Останется ли он руководителем предприятия или будет просто жителем нашего совхоза или будет каким-то политическим деятелем. Поддержка жителей совхоза ему гарантирована. Это я могу сказать абсолютно точно. Хоть я не так давно здесь живу, но для меня это место удивительно. И не потому, что здесь все так красиво и замечательно, а потому что здесь то отношение к людям, которого больше нигде нет. Где мы можем вечером позвонить главе поселка и сказать, вы знаете, у нас есть вопрос. И она говорит, не вопрос, приходите. И мы через полчаса собираемся в администрации, этот вопрос обсуждаем. Это многого стоит. А парки, школы, детские сады, красота, это все, знаете, дело уже второе, хотя очень приятное, но это второе. А важны именно люди, которые это создают. И для нас это очень важно, и для нас это главное.